Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и вас ждёт очередной обзор. Сегодня это игра RimWorld. В двух словах, полу-стратегия, полу-ролевая игра — выживание на другой планете. Я делал несколько стримов по RimWorld, ещё когда она в раннем доступе была, потом, когда она релизнулась, так что игровой процесс можете посмотреть там. Вообще, за последние несколько лет начался какой-то бум вот этих стратегий-выживалок. Сюда можно отнести и Oxygen Not Included, который я вам часто показывал, и Factorio, и Prison Architect, да и Frostpunk, хотя это не совсем к этому относится и Surviving Mars, и даже в некотором смысле The Abelions. Но RimWorld, пожалуй, была пионером. Эта игра в раннем доступе аж с 2016 года, с начала 2016 года, в общем, больше двух лет. И когда я делал стрим в день релиза, там человек в комментариях мне написал, а чё это все, мол, стримеры проснулись, её показывают, игра уже давным-давно вышла, а вы только сейчас это делаете. Да вот потому что релиз подошёл, и теперь имеет смысл какой-то обзор и рецензию делать. Если же вы всё-таки вообще не в курсе, что это такое, рассказываю. Ваш космолёт, корабль, тарелка терпит крушение, и трое выживших высаживаются на планете, где стараются выжить. Добывают ресурсы, строят свою базу, начинают убивать местных животных, делают из них еду, одежду, мебель, приручают, борются с другими выжившими или местными аборигенами. В общем, выживалка. Что же делает RimWorld такой офигенной? Да потому что эта игра замечательный генератор историй. У каждого персонажа, у каждой вещи здесь множество параметров. И ещё RimWorld можно описать как упрощённый, но зато лучше выглядящий Dwarf Fortress. Хотя, думаю, те, кто в курсе и играет в Dwarf Fortress, о RimWorld тоже знают, и им моя рецензия, мой обзор абсолютно не нужен. Так вот, из-за того, что в игре учитывается куча различных параметров от здоровья ваших персонажей до здоровья ваших питомцев, то в игре реально происходят различные истории. Правда, их ещё подкидывает и рандом рассказчика. В начале игры вы можете выбрать, насколько у вас будет отмороженный генератор историй, что влияет на сложность, конечно. Но, тем не менее, в эти истории действительно верь. Так, например, у меня на стриме один из питомцев был енот Сашенька, который за своего хозяина бросался во все битвы. Ему выбили глаз, отгрызли одну заднюю ногу. Но после того, как моё поселение настигла чума, енот Сашенька остался последним выжившим. И он грустно сидел над трупами своих хозяев, никуда не уходя, и в итоге рядом с ними от голода и сдох. Или другой вариант с питомцем. Когда убили хозяина, помню, собака уже была, её хозяина убили, она от горя сошла с ума и покусала до смерти оставшихся жителей моего поселения. На этом игра тоже благополучно закончила. Хотя иногда подобная щепетильность вот в описании всех способностей ваших персонажей обескураживает. Например, у меня курица погуляла под токсичным дождём и получила деменцию. Можете представить себе курицу с деменцией? Там у них вообще мозгов нету в принципе в голове. Поэтому деменция, не деменция, но выглядело это забавно. Да, визуально, конечно, игра не восхищает. Но кому из нас, стратегов, нужна графика? Тем более, что опять же, если мы вспомним Dwarf Fortress, то RimWorld выглядит очень даже прилично. Если уж говорить вообще про игры выживания, то из визуальных стилей мне больше всего нравится Oxygen Not Included. Но со своей главной задачей показать, что происходит и не оттолкнуть игрока, RimWorld, по-моему, справляется нормально. Я, честно говоря, не очень представляю, как подобную игру можно сделать в 3D AAA графике, потому что это надо реализовать слишком много механизмов. И многое нам сообщается просто текстом, зато это заставляет работать наше воображение. Когда после нападения пумы мы читаем, что один из наших подопечных потерял ступню, и проводим ему операцию по установке деревянного протеза, то ты себе ярко представляешь всю эту картину, всю эту борьбу. И вместо того, чтобы сожалеть, что вот у нас появился инвалид, радуешься, что в битве с пумой он вышел победителем и отделался всего лишь ступней. В мире RimWorld это вполне нормальный итог. И, кстати, здесь за счет вот этих событий, вот этого генерирования истории вокруг ваших персонажей, совсем не обидно проигрывать. Потом вот рассказываешь своим друзьям о падении дома Ашеров, как он сгорел во время сильной бури на этой планете, потому что ты не позаботился о каменных стенах, твои подопечные угорели в адском пламени. Или как на планете начался токсичный дождь, а ты для своих животных не подготовил никакого укрытия, и потом, когда они сдохли, ты из них сделал гамбурберы, сожрал и все твои, все твое поселение поумирало, отравившись этой едой. То есть эти события на самом деле очень логично происходят. У меня нет ощущения, что игра меня наказывает за то, что я не умею в нее играть. Другое дело, что иногда этот рандом не совсем логичен. Вдруг внезапно на мои растения напала болезнь. Просто так. Все была хорошая погода, никто рядом не ходил, просто напала болезнь, и весь мой урожай, находящийся в разных местах поселения, погиб. При этом дикие растения, которые растут рядом, почему-то этой болезнью не заражаются. Или внезапная жара наступила. Если иногда вот есть логичные рандомные события, вспышка сверхновой, там вспышка на солнце, это вырубает вам электричество. Пускай. Это еще можно поверить. Но внезапная жара, дикая, ни с того ни с сего. Просто вот наступила жара, не успел построить кондиционеры, гуляй, Вася. Ну, когда вы уже подготовлены, вы это сделаете, конечно, построите. Но в первый раз это бывает иногда очень неожиданно. И по многим моментам, это я уже перехожу к минусам, игра не всегда точно объясняет, что из-за чего происходит. То есть, с одной стороны, разработчики постарались кучу параметров для управления вашим поселением ввести. А с другой стороны, например, на нескольких ваших жителей напала чума. Вы думаете, ага, надо их лечить. А потом видите, что чума прогрессирует с большей скоростью, чем у ваших поселенцев вырабатывается иммунитет. Они в итоге умирают. И вот добраться до информации о том, что на это влияет и качество лечения, качество лекарств, уровень ваших специалистов-медиков, уровень кровати, в которой лежат ваши лечащиеся ребята, уровень комнаты, в которой эта кровать находится. Ну, как реально? Вот как на лечение чумы может влиять красота комнаты, где лежит больной? Серьезно? Или он такой лежит? Блин, что-то... А чего вы меня в деревянную кровать положили, а не в железную? Я не хочу от чумы лечиться. Не, ребят, я в таком поселении живым жить не хочу. Я умру. Всё. Так, давайте меня в отличную железную кровать, либо я умираю. Как хотите. То есть вот эти условности несколько нелогичные, они иногда немножко напрягают. То есть это становится такой математической игрой. Ага, надо построить всё-таки просто хорошую кровать, там её положить. И игроки начинают не проживать истории в Рим Ворлде, а именно по хардкору как можно лучше проходить, что, как мне кажется, убирает дух из этой игры. Другой офигительный минус — это интерфейс. Тут, во-первых, много всего неочевидного, а во-вторых, очень многие вещи заставляют нас делать в два клика. Для примера хорошего интерфейса в подобных вот выживалках, я рекомендую посмотреть на Oxygen Not Included. В Рим Ворлде же практически все действия, вся информация требует от вас двойного клика как минимум. Например, то, что вы будете смотреть постоянно — это параметры ваших пешек, как их тут называют в игре, потому что они похожи на пешки на шахматном столике. Ну давайте будем называть подопечными или поселенцами. То есть в каких областях наши поселенцы умеют что-то делать хорошо, где они быстрее учатся, где медленнее, что они вообще не могут делать. Так вот вам для этого надо выбрать парня, потом нажать на кнопку «Персона» и там только это всё посмотреть. Более того, по умолчанию многие вещи ваши поселенцы делать просто не могут, хотя на самом деле им это доступно, потому что у них в разделе «Работа» не отмечено, что они могут это делать. Например, когда вы высаживаетесь, одно из первых вещей, что вам надо делать — это вырубать деревья. Довольно много деревьев, чтобы построить начальные какие-то строения. Оказывается, надо поставить флажок разрешения рубить деревья. Хотя сейчас поселенцам, в общем-то, нечем другим заниматься. Я понимаю, что глубокая настройка — это на самом деле интересно для игры, и вот эта оптимизация и распределение обязанностей — это важно в подобных вот играх. Но на начальном этапе зачем сразу заставлять вот этим микроменеджментом заниматься? Сложность должна постепенно возрастать с течением игры, даже не сложность, это даже не к сложности относится, а вот к такому ручному управлению каждым вашим подопечным. Я по этому поводу возмущался на стримах, естественно, там пришли поклонники игры, стали говорить, что это я ничего не понимаю. Нет, я несомненно в игре не настолько глубоко разбирался во время стрима-релиза, да и сейчас не считаю, что я профессионал по игре в RimWorld, но то, что я просто в играх хорошо разбираюсь, в этом я уверен. Вот мне сразу пишут, у игры не самый низкий порог вхождения, тут очень много разных вариантов и возможностей, это и делает ее одной из лучших выживалок, какие есть в принципе. Я согласен, вариантов и возможностей здесь куча, но как мне рекомендуют посмотреть кучу стримов и обучалок, прежде чем играть в RimWorld, это плохой показатель хорошей игры. Например, та же Цива, которую я вам постоянно показываю, не требует на самом деле того, чтобы в ней хорошо разбирались, чтобы получить удовольствие от игры в нее. Вы проигрываете, потому что не знаете стратегий, а не потому, что вы не смогли в интерфейсе игры разобраться, почему и что вас убило. В этом и идея хорошего геймдизайна. Нету ничего интересного в том, чтобы лазать по всем вкладкам и искать, где же может быть нужное нам строение или параметры персонажа, которые вы не заметили. Сложность должна постепенно с игрой увеличиваться. Так что имейте в виду, что даже сами поклонники RimWorld предупреждают, что порог вхождения в игру высокий. Но я считаю, что оно того стоит. Тем более русский перевод фанатами сделан. Хоть он и сделан фанатами, но вы его прям в стиме можете устанавливать. Не совсем, правда, опять же, качественный, потому что та же вырубка деревьев в русском переводе называется садовод, хотя в оригинале более понятно это cut plants. Хотя, опять же, вопрос к геймдизайну, зачем делать отдельно работу по вырубке деревьев, по вырубке не только деревьев, а вообще всех растений. Для чего это нужно? Ну, я не считаю, что это добавление вариативности, ну, пускай. Я же считаю, что главная фишка этой игры не в том, чтобы ее пройти, она вообще не про прохождение, а чтобы посмотреть, какие истории будут случаться с вашими выживающими пешками. Что с ними еще может случиться? Например, вот вам еще одна история. У меня изначально три поселенца было, две женщины и мужик. Мужик был поваром, а женщины были строителем и ученым. Ну, давайте так их условно называть, хотя бы там были имена и фамилии. Так вот, повар был красавчиком вообще. И вначале он замутил со строителем. Они там жили вместе, даже поженились довольно долго, там поселение разрослось, у меня уже до семи жителей. И тут я смотрю, написано, повар и строитель разводятся. Можно зайти в лог, почитать. Я смотрю, что в логе строитель выносила мозг повару о том, когда они поедут на пляж загорать. Хотя на той планете, где мы высадили, ну, в том месте планеты, где мы высадились, до пляжа было очень далеко. Ну, возможно, она, правда, имела в виду около речки какой-нибудь. Но, тем не менее, повар бросил строителя, потому что она ему выносила мозг по поводу отдыха. И замутил с ученым. В итоге, все как в жизни. Строитель стала терять хорошее отношение к ученой, потому что она ревновала. Да, опять же, все взаимоотношения между вашими поселенцами учитываются, они могут драться между собой. В итоге я не уследил. Я там по-разному раздал оружие. У строителя был нож. Она подкараулила ученую. И несмотря на то, что у ученой была винтовка, но в ближнем бою стрельба не работает просто. И зарезала ученую. А так как это еще и ночью происходило, и у строителя была способность к каннибализму, хотя я ее старался, чем не срала, я просто ее не кормил человеческим мясом. И, в принципе, на ее настроение это не сильно влияло. И было достаточно, что у нее там спальня хорошая и прочее. Короче, она убила эту ученую и сожрала. Но этого никто не видел. И я потом смотрел в влогах, вроде это никак не отродилось на взаимоотношении. Между поваром, например, и бывшей его женой-строителем. Хотя у повара испортилось настроение из-за того, что его нынешняя жена, ученый, умерла. Но это ему не помешало еще и с третьей замутить потом. Она у меня была, по-моему, колхозницей. Там за растениями ухаживала. Так что он повар, красавчик у нас. Нашел себе утешение. Строитель тоже успокоилась. И все забыли о несчастной ученой. Да, раз я заговорил о убийстве, то битвы тут тоже интересно реализованы. На ваше поселение периодически происходят налеты. За этим надо следить. Переводить ваши пешки в боевой режим. И получается практически реал-тайм-стратегия. Причем довольно умно сделанная. То есть в ближнем бою вы из орудия стрелять не можете. Вам надо использовать либо кулаки, либо что у вас в руках есть. Поэтому желательно иметь в вашем поселении хотя бы одного или двух рукопашников. А уже воины поддержки будут издалека стрелять либо из пистолетов, либо из луков. Более того, нападающих вы можете и не убить, а захватить, посадить их в тюрьму и пытаться сломить их сопротивление, перевербовать, и они станут вашими помощниками на вашей базе. Правда, могут и взбунтоваться. И у меня, например, пару раз так разносили половину дома, потому что вырывались из заточения. То есть я их кладу в кровать, вылечиваю. Они вроде как благодарны, а потом у них происходит сдвиг по фазе, и они начинают все разносить. Ну, это не просто так. Опять же, если вы их посадите в темную комнату с некрасивой мебелью, без нормального пропитания, то в итоге они взбунтуются, да. Ну и приходилось иногда этих бешеных собак пристреливать, к сожалению, да. Кое-то же случалось. Как и случались вспышки бешенства у животных в том месте, где мы жили. И какая-то бешеная белка прибегала и отгрызала палец одному из моих поселенцев. Потом лечи их. Ну и, кстати, охотиться вы можете. Ну, в общем, возможностей и вариантов в Rim World очень-очень много. Я, несомненно, эту игру рекомендую, потому что подобных игр с таким разнообразием, но при этом еще и нормально выглядящих, не так много. Правда, мне уже сразу стали в комментариях еще к стриму писать, что «Вот, она слишком легкая, поставь моды на сложность, там какой-то мне хардкор SDK, что ли, рекомендовали, как он называется». Ребята, для начала она вполне нормальная. Вот когда вам станет в ней скучно и неинтересно, а это, кстати, произойдет не скоро, после начала игры, то куча модов людьми уже сделана. Вы сможете поустанавливать их. Более того, куча модов на истории сделана. То есть первоначально вот в оригинальной игре есть четыре варианта сценария. Опять же, три выживших, потом вы можете один быть выжившим, двое поселенцев там может быть. Ну, посмотрите. Там четыре варианта сценария изначальных и три варианта рассказчиков. Но когда подобные старты вам наскучат, то милости просим в мастерскую Steam'а. Там куча модов под любой вкус. Вы сможете себе сделать игру, которая понравится любому. И в этом, конечно, тоже большая прелесть RimWorld'а, что модификации для игры преображают ее только в лучшую сторону. Так что настоятельно рекомендую поиграть в RimWorld, посмотреть мои стримы по ней, как выглядит игровой процесс. А на этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok